Убийцы из Манчестера были пособники. Где-то поблизости должны находиться еще несколько бомб, изготовленных спиртником. Напомню, что Салман Абиди взорвал свою адскую машину в понедельник 22 мая. Момент для взрыва был выбран абсолютно безошибочно. Ариана Гранде исполнила финальную песню и все потянулись на выход со стадиона. Там-то на этом самом выходе и затаился террорист. Он убил 22 человека. Среди погибших 12 детей. Певица Ариана Гранде Которая выступала в этот момент на Манчестер-арена. Кумир, прежде всего, конечно, для подростков. А это значит, что террористы хотели ударить побольнее. Нет ничего более страшного для родителей, чем смерть своих детей. Готовы ли Великобритания ответить на этот вызов? И еще более страшный вопрос. Сколько еще нужно убить детей, чтобы всерьез и вместе выйти на борьбу с терроризмом? Ответы на эти вопросы попытался найти наш корреспондент Роман Никифоров. На финальный матч футбольной лиги Европы против Аякса игроки Манчестер-Юнайтед вышли с терраурными повязками. А сама игра началась с минуты молчания. В итоге английский клуб впервые в своей истории завоевал почетный трофей. Но его тренер Жозе Мауринио заявил, что сейчас не время праздновать. Если бы мы могли обменять этот кубок на человеческие жизни, мы бы сделали это, не задумываясь. За два дня до исторической победы символа Манчестера в его родном городе произошла трагедия. И тоже на стадионе. Сразу после окончания концерта американской поп-звезды Арианы Гранде террорист-смертник привел в действие принесенное с собой взрывное устройство. Здание содрогнулось, был порыв ветра. Казалось, что над нами облако, как будто туман, пыльно. И это было абсолютно нереально. Начался хаос. Люди карабкались друг по другу, сбивали друг друга с лестницы. Были раненые. Я видела девушку по диагонали от себя, и вдруг ее не стало. Она просто повалилась на сиденье. Потом мы вышли на улицу. Там была куча потерянных ботинок и потерянных телефонов. Ответственность за теракты же взяла на себя запрещенная в СНГ группировка ИГИЛ. Выбор места, по мнению экспертов, не случайен. В самих экстремистских, исламистских кругах идет дискуссия, что во время терактов погибают же мусульмане. А это неправильно. А как исключить гибель мусульман? Посетить места порока. Там, где есть порок, и куда истинный мусульманин не попадет. Но особый цинизм в том, что из множества шоу террористы выбрали именно концерт Гранде. 24-летняя певица, когда-то выступавшая на разогреве у Джастина Бибера, популярна прежде всего у подростков. И поэтому больше половины жертв в Манчестере дети. Самой младшей, Сафи Роуз Руссос, было всего 8 лет. Исполнитель теракта 22-летний Салман Абиди вырос в Манчестере, вот в этом доме, в семье ливийца Рамадана Абиди. Тот в свое время бежал в Англию от спецслужб Каддафи. После падения режима вернулся. Детей же оставил на новой родине. Салман не относился ни к одной организации. Я знаю, что он не принадлежит никому. Он ничего не скрывал. Я уверен, что Салман не причастен к теракту. Но за этим скрывается чья-то рука. Служба безопасности готовит что-то против ливийской общины. Сразу после этого интервью Рамадана задержали по запросу Британии, как и его младшего сына Хашима. Спецслужбы уверены, что 20-летний парень помогал своему брату Салману собирать взрывное устройство. А в Ливии готовил покушение на главу миссии ООН Мартина Коблера. Дом Абиди сейчас оцеплен. Да и весь район мост наводнен полицией. Особое внимание к мечети Дитсбери, которую, по сообщениям ряда СМИ, посещал Салман. А его отец одно время служил тут муэдзином. Хотя в самой мечети уверяют, будущего смертника здесь видели редко. Наши двери открыты. Если бы мы заметили радикальные взгляды у кого-то из наших посетителей, то немедленно сообщили бы в полицию. Манчестер – это такое сообщество, где любой чувствует себя защищенным. Такого просто не может быть в Манчестере. Именно поэтому мы так все удивлены. И действительно, сообщения о стычках на религиозной или этнической почве до сих пор приходили из столицы. Это в Лондоне шли открытые выступления против западных ценностей. Мы не хотим свободы. Нам нужен ислам и шариат. А новые арабские британцы называли коренных крестоносцами и обещали дать им отпор. Это наша страна. Ты, Рожа, проваливай отсюда! А в Манчестере тишь да гладь. Промышленный центр, шестое по величине город Англии, конечно, привлекал мигрантов. Их количество стремительно увеличивалось. Но представители местных религиозных общин вроде бы держали ситуацию под контролем и говорили правильные вещи. Мне приятно чувствовать себя британцем и мусульманином одновременно. И никогда у меня не было тут противоречий. Однако на поверку все оказалось не так гладко. Вот школа для девочек Уоли Рейндж, как раз рядом с домом Абиди. Судя по количеству хиджабов, не менее половины учениц из мусульманских семей. Именно здесь учились сестры Халани, которые в 16 лет сбежали в Сирию и стали женами боевиков. Всего же из района МОС, только по официальным данным, сторонниками ИГИЛ стали полтора десятка молодых человек. Все они родились в Англии, имели гражданство и получали пособия. Эксперты говорят о так называемом эффекте третьего поколения. Первое поколение иммигрантов, оно, так сказать, дистанцируется, но хочет. Второе поколение пытается очень активно интегрироваться, но не всегда успешно. А третье поколение уходит к своим национальным этно-религиозным корням. Теракт против детей – это уже за гранью болевого порога. Власти это понимают. Видимо, поэтому задержания по делу о взрыве проходят крайне жестко и при большом скоплении телекамер. Роман Никифоров, Мария Солопова, Александр Александров и Андрей Нетреба. Программа «Вместе». Соболезнования после теракта в Манчестере и Великобритании получала буквально со всего мира. Телеграмму британскому премьеру Терези Мэй отправил и российский президент Владимир Путин. Он подчеркнул, Москва готова укрепить сотрудничество с Лондоном в борьбе с терроризмом. В Москве на следующий день после атаки на Манчестер свой единственный концерт давала легендарная американская группа «Айра Смит», как и арена Гранде на стадионе в Олимпийском. И здесь не забыли почтить память погибших в Великобритании. На сцене появилось изображение британского флага с надписью «Мэнчестер». Меры безопасности по понятным причинам серьезно усилили. Проверяли настолько досконально, что поклонникам Стивена Тайлера в очереди пришлось отстоять до полутора часов и пройти несколько кордонов полиции. Редактор субтитров А.Семкин